Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Зал с мини-амфитеатром, проекционным экраном, VR-очками и рабочими местами для доступа к электронным ресурсам. В Самаре открыли модернизированную библиотеку номер 14 на Ленинградской. Прокатиться в трамвае с Дедом Морозом и Снегурочкой. В городе запустили новогодний маршрут. От Дня инженерных войск России до Международного дня объятий. В Самаре представили календарь знаменательных дат на 2022 год. Литературная палуба, своя мастерская и выставочное пространство. Все это теперь в обновленной библиотеке номер 14 на Ленинградской. Ее переоснастили благодаря национальному проекту «Культура». Учреждения оборудовали по последнему слову техники. Книжное царство оценили региональные и городские власти. Мэри Елчан расскажет подробнее. Библиотека народов по Волжье. Такую концепцию заложили в основу обновления учреждения. Из небольшого пространства для работы в читальном зале библиотека номер 14 превратилась в современное и интересное место для досуга детей и взрослых. Здесь представлено пять современных локаций. Одна из них – медиазал «Компас». Это зал с мини-амфитеатром, проекционным экраном, VR-очками, рабочими местами для доступа к электронным ресурсам, которые позволяют проводить лекции онлайн и оффлайн, встречи с читателями и писателями, организовывать студийную работу и чтение книг. Например, была разработана интерактивная игра по «Самарской луке», в которой мы сегодня с ребятами, собственно, играли. И я увидела интерес во глазах неподдельный. Почему? Потому что мало того, что они видят это на экране, мало того, что они слышат эти легенды, эти сказания о Жигулевских гор, да, от сотрудника, от ведущего, они потом видят через эти очки это все своими глазами. То есть действительно восторг неописуемый. Гордость 14-й библиотеки на Ленинградской – фонд литературы на разных языках Поволжья. Здесь реализуются идеи создания культурного центра с этнографическим уклоном. В библиотеке также созданы выставки, посвященные самым многочисленным народам Самарской губернии. Губернатор Дмитрий Азаров оценил масштабы перемен. «Хочу поблагодарить весь коллектив каждой библиотеки, филиалы библиотеки отдельно, за замечательное пространство, за вырубку, за креатив, за желание быть интересными, яркими. Конечно, этот отзыв у читателей вызывает. Так, ребята? Да!» В современном книгах роднилища побывали также глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. До обновления библиотеку посещали порядка 4 тысяч читателей. Сотрудники книжного царства уверены, сейчас количество желающих возрастет. «Дети в восторге. Вот кто к нам приходили, посмотрели. Да и мы сами в восторге. Мы не ожидали, в общем, такой красоты, что она у нас появится. Вот думаем, что мы будем увеличивать все количество читателей. Теперь это, возможно, будут и читатели в возрасте, потому что мы не делаем чисто ее детскую библиотеку». Переоснащение муниципальной библиотеки произошло благодаря нацпроекту «Культура». Создание интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе комфортность пространства, красивый дизайн и доступ к новейшим информационным технологиям – главная цель. В следующем году в Самарской области планируют подать заявку на модернизацию еще двух библиотек. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. За сутки в Самарской области зафиксировали 443 случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 198 832. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1259 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 153 278 пациентов. В регионе продолжается прививочная кампания. Не только от коронавируса, но и от гриппа. На сегодняшний день в Самарской области от COVID-19 вакцинировались более 1 млн 629 тысяч человек. Привито больше 50% от численности населения региона. Повторную вакцинацию прошли более 226 тысяч человек. О прививке от гриппа сделали более 950 тысяч жителей. Об этом рассказал руководитель информационного центра Оперштаба по предупреждению распространения коронавируса Дмитрий Константинов. Убедительно призываю всех при появлении первых признаков ОРВИ не посещать место работы, учебы и другие места с целью исключения рисков заражения других лиц. Необходимо оставаться дома и вызвать медицинского работника из поликлиники на дом. Во всех прививочных пунктах региона, а их работает порядка 200, в том числе 10 круглосуточных, имеются в наличии вакцины для профилактики гриппа и COVID-19. Подготовку города к празднованию Нового года обсудили сегодня на оперативном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Его провел первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко. Максим Магомедов расскажет об этом подробнее. В период новогодних праздников все обязаны. Объекты, особенно это касается всех стационарах больниц, точно с четвертого работать будут все поликлиники. Это в первую очередь. Управляющим компаниям напомнили о необходимости очистки кровель домов от снега и сосулек. При этом ответственность за состояние козырьков, балконов и лоджий лежит на жителях. Вот сейчас ситуация только качнется где-нибудь на ноль или на плюс. У нас проблема будет с кровлями. Я попрошу, не дожидаясь, сейчас организовать там, где есть опасения схода снега или на ноль с кровель, с козырьков. Владимир Василенко подчеркнул важность беспрепятственного доступа к храмам и церквям для горожан в период религиозных праздников. Также для перевозки граждан в Рождественскую ночь из Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилла Мефодиевского и Софийского собора, по окончании праздничных богослужений 7 января 2022 года к 2 часам ночи будут предоставлены автобусы. Максим Магомедов, Василий Колдашов, События. В связи с эпидситуацией на Новый год и на январские каникулы массовых мероприятий проводить не планируют. Но праздничное настроение самарцам создадут украшенные иллюминации городские улицы и общественные пространства, а также оборудованные места для занятий зимними видами спорта. Центрами притяжения для семейных прогулок станут парки, катки, зоны отдыха с новогодними елками и спортивные площадки. Этой зимой в Самаре откроют более 120 ледовых площадок. Уже заработал каток на набережной между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском. Его заливкой специалисты занялись еще на прошлой неделе. Как только выпало достаточно количество снега и установилась стабильно холодная погода. Площадка работает круглосуточно со вторника по воскресенье, а в понедельник технический день. С 7 до 11 утра проводят обслуживание катка и в это время посетителям запрещают выходить на лед. Рядом с катком также оборудовали пункты проката и точки питания, а в центре площадки разместили фотозону. Декорированный трамвай со сказочными персонажами. В Самаре стартовала ежегодная акция «Новогодний маршрут». Трамвай с бортовым номером 2022 будет следовать по 22 маршруту. Пассажиры встречают Дед Мороз и Снегурочка. Точнее, сразу две Снегурочки. Одна из них управляет трамваем, пока остальной праздничный десант развлекает попутчиков и поздравляет их с Новым годом. Марии Левиной удалось прокатиться на праздничном трамвае. На городские линии вышел декорированный трамвай с бортовым номером 2022. Он следует по 22 маршруту и держит курс в Новый год. За штурвалом Снегурочка Наталья Дудецкая. Больше 10 лет назад Наталья приехала в Самару, впервые села в трамвай в качестве пассажира, и у нее появилась мечта – управлять вагоном. Так и вышло. Но вот примерить на себя роль Снегурочки и управлять самым нарядным трамваем – об этом, признается, даже и мечтать не могла. Вспоминает свой первый новогодний рейс. Это была очень снежная зима, деревья были покрыты полностью снегом, и вот реально вот как в сказку попало. Было полное настроение новогоднее, и не описать словами, просто это вот сказка. Трамваем Новый год. Праздничная акция «Новогодний маршрут» в Самаре проходит уже в третий раз. На борту наряженного трамвая пассажиров поздравляют с Новым годом, главные зимние персонажи и дарят приятные подарки. Наряженная. Первый раз такой. У вас настроение появилось праздничное? Да, честно говоря, появилось. Поздравляю. Чтобы, когда мы встречали следующий год, мы могли бы носить маску не медицинскую, а какой-нибудь там зайчика, волка, тигра или еще кого-нибудь, но чтобы она была праздничная и не ассоциировалась ни с какими болезнями. Поэтому пока во время движения хочется напомнить всем, что нужно соблюдать масочный режим. В праздничном трамвае подвели итоги еще одной новогодней акции – конкурса, организованного Управлением информацией и аналитики аппарата администрации Самары во взаимодействии с ТТУ. Конкурс получил название «Найдеть тигра в трамвае». Два десятка картинок наклеили в разных вагонах, следующих по самым востребованным маршрутам. Согласно условиям, нужно было найти изображение, сделать с ним селфи или просто фото наклейки и выложить в социальные сети. Мария Сапожникова прочитала об акции в официальной группе городской администрации и в первом же трамвае нашла заветного зверя. Что помогло стать победителем конкурса. Ей достались сладкие призы и памятный сувенир – игровая инерционная модель самого узнаваемого на самарских улицах трамвая Татра. Мне очень приятно, правда, я не ожидала, что такое случится, что личный транспорт появится. Дирекция предприятия надеется, что это будет еще одним стимулом, чтобы и впредь отдавалось предпочтение быстрому и экологичному общественному электротранспорту. Мария любит творчество и креатив, мастерит рюкзаки из экологичных материалов, а сегодня в статусе победителя конкурса стала особенным пассажиром новогоднего трамвая. В планах перевозчика нарядить и другой общественный транспорт. В трамваях будут развешаны новогодние мишура, какие-то новогодние игрушки, так, чтобы дух Нового года можно было почувствовать. Про поводы других акций сейчас мы определяемся. Скорее всего, первого числа с Кировского трамвайного депо выйдет еще один трамвайчик, которым будет символ Нового года – это тигр. Планируется, что на маршруте номер 3 пассажирам будут дарить шоколадные фигурки тигра. С Новым годом! Мария Левина, Николай Сидоров. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. В России собираются уничтожить миллионы бутылок вина. С чем это связано? Их могут признать контрафактом. Почему – расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 29 декабря – 73 рубля 49 копеек. Евро – 83 рубля 21 копейка. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 78 долларов 48 центов за баррель. Несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на 15 миллиардов рублей могут признать контрафактом и уничтожить после 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в письме ритейлеров, рестораторов и импортеров зарубежного вина на имя главы правительства России Михаила Мишустина. Импортеры и продавцы алкоголя не успели переоформить этикетки для бутылок вина, которые завезли из-за рубежа после вступления в силу летом нового закона. Бизнес готовится уничтожить алкоголь из-за окончания моратория на проверке по закону об изменении классификации винодельческой продукции. Во время проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию, что обернется огромными убытками для индустрии. Бизнес просит власти продлить мораторий до 31 декабря 2022 года. Это позволит реализовать продукцию без опасения понести убытки, а государству получить налоговое отчисление с ее продажи. На второй год пандемии сформировался полноценный глобальный рынок вакцин от коронавируса, в котором Россия смогла занять свою нишу. Наша страна занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса, следует из данных ВТО. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%, лидирует КНР, страна с самым большим населением. На втором месте страны Евросоюза, далее Индия и США. В 2021 году Россия поставила на внутренний и внешний рынки около 233 миллионов доз вакцины, в том числе 93,5 миллиона доз на экспорт. Поставки на внутренний рынок примерно 140 миллионов доз вакцины позволили привить полным курсом более 70 миллионов россиян. Мировые лидеры по производству вакцины от коронавируса – Китай с долей 45% глобального предложения, Евросоюз с долей 22,5%, Индия – 15,5%. По объему экспорта Россия обгоняет Индию, но проигрывает США и Южной Кореи. Потребление фруктов и ягод в производстве в России выросло за последние 10 лет на 64% и в 2021 году достигнет 1 миллиона 300 тысяч тонн. Внутреннее потребление существенно выросло, причем не столько за счет роста личного потребления, сколько за счет роста производственного. На ситуацию повлиял активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности, производство детского питания, молочной и кондитерской продукции. Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,5 миллионов тонн. Развитие садоводства, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формально дорекомендуемые мездоровым нормы потребления фруктов и ягод – 100 килограмм – еще далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения этого показателя, отмечают эксперты. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Самарские серийные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36-ю телекоммуникационными спутниками «Ван-Веб». Запуск ракеты состоялся 27 декабря в 16.10 по Москве со стартового комплекса «Восток» площадки номер 31 космодрома Байконур. Двигатели, установленные на первой и второй ступенях ракеты, отработали штатно. Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Это уже 22-й в текущем году старт ракеты-носителя «Союз», которые обеспечили серийные изделия Объединенные двигатели строительной корпорации с космодромов Байконур, Восточный, Куру и Плесецк. «Ван-Веб» планирует завершить развертывание спутниковой системы для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. Система на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников. Вместо штрафов – подарки и напоминания о необходимости соблюдать ПДД. В Самаре прошла акция «Безопасный Новый год». Инспекторы ГИБДД вместе с воспитанниками школ города подарили самарским автомобилистам не только подарки, но и бурю эмоций. Акция прошла при участии Общественного совета при управлении МВД России по Самаре. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Утро у самарских автомобилистов выдалось необычным. Сотрудники ГИБДД, останавливая водителей, не выписывали штрафы, а поздравляли с наступающим Новым годом. В этом инспекторам помогали ученики 65-й школы. В рамках акции «Безопасный Новый год» дети дарили автомобилистам подарки, сделанные своими руками, а также напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Такая акция у нас проводится уже второй раз. Проходит она очень хорошо, позитивно, поэтому я думаю, что мы будем продолжать ее дальше. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. У нас детишки делали подарки. Спасибо большое. И вам удачного Нового года. Хорошо учиться, родители слушайте. Спасибо огромное. Акция на дорогах города прошла при участии Общественного совета при управлении МВД России по Самаре. Я считаю, что это в преддверии новогодних каникул очень хорошая стала традиция, чтобы совместно проводить такие операции. В этот раз в акции приняли участие все школы города. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Каждый имеет право на праздник. Новогодний утренник подготовили воспитанники детского центра в одной из самарских исправительных колоний. Их навестили представители Общественного совета при УФСИН. Каждому малышу подарили сладкие подарки и развивающие игрушки. Подробнее в сюжете. Хилора отбывает наказание в одной из самарских колоний. У нее растет двухлетняя дочь Аиша. Девочка воспитывается в детском центре при колонии. Сейчас здесь находятся 25 детей до трех лет. Члены Общественного совета при УФСИН ежегодно приезжают к ним на утренники с подарками. Они удивлены были тому, что первый раз увидели. И понимать они начинали. У меня ребенку было год. Они начали понимать, что Дед Мороз, снегурочки, подарки. У них горели, сияли. Улыбались. Ну, в восторге они были от этого всего. Общественники заботятся не только о малышах, но и думают о будущем мам. Мы постараемся на протяжении всего 22 года все их замыслы реализовать. И если у них есть какие-то запросы, в частности, по получению новой специальности, для того, чтобы по освобождению они смогли занять достойное место в гражданской обществе нашего региона или других регионов, мы, конечно, это обязательно сделаем. Каждый малыш получил сладкий подарок и развивающую игру. Мария Левина, Максим Гусев, События. Спортивная битва вместо привычных новогодних утренников. Дети из опекунских многодетных и приемных семей Самары приняли участие в военно-тактической игре с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров. Лазертак организовали самарские благотворители при поддержке городского департамента спорта. В состязаниях приняли участие 17 детей разного возраста. Вместе с ними проверила себя и Гульфия Сафина. Красная бандама говорит о том, что я зомби, а значит охочусь за теми, кто выжил. Вот такой интересный новогодний выходной организователь для детей из многодетных приемных семей Самары. 20 участников разбились на команды, чтобы провести время со спортивным азартом. Такое решение приняли организаторы благотворительного предновогоднего лазертага. Суть проста. Каждому раздаются бластеры, безопасное лазерное оружие и начинается командная военно-тактическая игра. Мы уже не один раз проводили на базе лазертаг-клуба мероприятия с ребятами из детских домов, из приемных многодетных семей. И поняли, что под Новый год, наверное, самое важное это не просто поиграть или не просто подарить подарки, как это обычно принято под Новый год, что мы приходим в детский дом и подарки им дарим. А самое важное это именно провести время с ребятами в активной и интересной игре и на своем примере показать, как можно классно и интересно отдыхать. Сначала командная битва, а потом объединение против общего врага, в данном случае монстра и дарт-вейдера. Подобные игры способны быстро сплотить людей, ведь все участники объединены общей идеей помощи и взаимовыручки. Такая альтернатива новогодним утренникам вполне приглянулась юным спортсменам. Я тут не в первый раз, очень нравится, весело, интересно, столько впечатлений. Это было так прикольно просто, ты бегаешь, я так прям просто, очень сильно мне понравилось. И мне кажется, это очень весело было просто. Почувствовать себя солдатом и побороться в битве дети из приемных, опекунских и многодетных семей смогли благодаря сотрудничеству благотворительных фондов, бизнеса и городской администрации. Организаторы и сами охотно включились в игру. Я считаю, что на самом деле любое мероприятие, которое направлено на единение города, бизнеса и детей, это очень важно, потому что это дает понимание о том, что мы не какие-то там небыжители, а о том, что мы обычные люди. Поэтому сегодня замечательный день, замечательная игра, ребята молодцы, большие. Это немножко и спорт, и культура, и досуг здесь можно и побегать, и попрыгать, соответственно, и стратегию простроить свою. Здорово. А после сожженных калорий можно и подкрепиться. Пицца от спонсоров и подарки от администрации Самары. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. От дня инженерных войск России до Международного дня объятий. В Самаре представили календарь знаменательных дат на год грядущий. В течение нескольких лет он издается редакционным советом Общественной палаты региона при участии самарских краеведов. И включает в себя самые важные даты всероссийского и мирового масштаба, которые имеют особое значение для Самарской области. Тема продолжит Ольга Павлова. Международный день светофора, Всемирный день поцелуев и Всероссийский день гимнастики. Информация об этих праздниках собрана воедино и добавлена в новый календарь знаменательных дат. Ежегодно его обновляет редакция Общественной палаты региона совместно с волонтерами, краеведами и неравнодушными жителями области. Прежде чем добавить новую дату в буклет, исторические события тщательно изучаются. Для того, чтобы наполнить народный календарь новыми фактами, Борис Чертыковцев, к примеру, перелистал всю собранную ранее картотеку и даже воспользовался информацией из газеты «Губернские ведомости». Она выпускалась в Самаре в 19 веке. Правда, большую часть прочитанного пришлось переработать и перевести на современный русский язык. Тогда излагали одним языком, а сейчас уже другим. И поэтому иногда мне задают, конечно, вопрос, а вот почему это звучит так, а вот это так. А потому что разница же действительно вот в этих, как говорится, в изложении. Новый календарь включил в себя самые значимые даты всероссийского и мирового масштаба, которые имеют особое значение для Самарской области. Начиная с юбилеев ракеты Р-7 и проекта первого спутника Земли, заканчивая развитием народного хозяйства. Павел Покровский заботливо раскладывает яблоки и вспоминает, как нашел интересный для календаря исторический факт. 80 лет назад, в 1942 году, был собран первый урожай зимнего сорта яблок «Куйбышевская». Очень были важны для Советского Союза, потому что они были так называемые 700 граммов, то есть с одного дерева получали значительно большее количество плодов. Из нового календаря знаменательных дат можно узнать, к примеру, о том, когда своей двери для студентов распахнул Самарский медицинский лицей, и где впервые в городе открылось бюро добрых услуг. И мне хочется сказать о нашей любимой дате. Это ГМК-62, это очень серьезный юбилей. Это тот клуб, который в эпоху Хрущевской оттепли показал, что именно куйбышевцы находятся вот на таком острее атаке, творческой, которая потом привела к возможности возникновения полноценного гражданского общества в Куйбышеве, в Самаре и в России в целом. В печатном виде календарь знаменательных дат 2022 поступит в учреждение культуры и образовательной организации региона. Электронная версия сборника размечена на сайте Общественной палаты Самарской области в разделе «Полезная информация для граждан». Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте СамарГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Оставайтесь в курсе и до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok